Добрый вечер, уважаемые уральцы и гости города Екатеринбурга. Добрый вечер, уважаемые любители, ценители шахмат. Сегодня исторический день, потому что к столице Урала приковано внимание всего мира. Сегодня здесь пройдет, точнее завтра начнется, а 4 апреля закончится, очень важное событие для всех любителей шахмат и не только для них, грандиозное событие мирового масштаба. Турнир претендентов ФИДЕ 2020 года. Добрый вечер, дяди и джентльмены. Екатеринбург, capital of the Urals, приветствует всех представителей в 2020 ФИДЕ Кандидат Турнамент. And we also welcome our dear guests, the media and spectators. Виктор, а скажи, пожалуйста, а ты сам играешь в шахматы? Алена, я играю в шахматы, и вот наряду с футболом шахматы – мой любимый вид спорта. Ты знаешь, вот я тебя хочу спросить, скажи, пожалуйста, а вот ты считаешь, что шахматы – это спорт или искусство? Ну, я считаю, что это спорт однозначно, потому что, смотри, проводятся турниры, есть болельщики, определяется чемпион мира. Конечно, это вид спорта полноценный. Но с другой стороны, когда в шахматы играют такие великие спортсмены, как Анатолий Карпов, они превращают этот вид спорта в искусство. Ты знаешь, я всегда думала, что шахматы – это спорт, но вот несколько дней назад буквально я посмотрела новый фильм польского режиссера о событиях 1962 года, где играли американские и советские шахматисты за титул чемпиона мира. Но самое интересное, что действие происходило в театре, и был аншлаг, и аплодировали каждому ходу. И тут я подумала, если единственная немая мизансцена, когда два человека сидят за столом, когда игра продолжается от 20 минут и до бесконечности приковывает такое количество людей, такое внимание, я подумала, это точно искусство. Ты говоришь, как человек, который точно играет в шахматы. Так ли это на самом деле? Ну, ты знаешь, я тебе признаюсь, что в 4 года папа меня, конечно, научил играть в шахматы. И мы не просто играли, а каждое воскресенье мы проводили вообще мини-турнир. Это было несколько игр. И если я выигрывала, то я обязательно получала приз. Любимые фигуры какие-то. Ты знаешь, кстати, мои любимые фигуры – это конь и ладья. А твои? У меня любимый слон. И слон, который почему-то у нас слон, а по-английски бишоп. То есть вот совершенно как-то, не поняли, епископ. Да? Да. Ну, вот такая международная игра, и названия фигур, они по-разному называются. Это, кстати, интересно. Мы потом спросим у профессионалов, что это могло означать, правда, да? Как будет ладья, как будет коня. Конь – это рыцарь, оказывается. Да, там много вещей интересных. Да, кстати, я помню даже имена многих шахматных чемпионов. Капабланка, Алехин, Ботвинник, Петросян, Таля, Смыслов, Фишер, Карпов. Все сегодняшние, кто сейчас чемпион мира? Кто встал вот в эту череду великих? Виктор, ну не может быть. Виктор, ну хорошо. Если вы хотите, я вам скажу. Норвежский шахматист Магнус Карлсон. И сегодня мы собрались в Екатеринбурге. Вернее, в Екатеринбург приехали восемь великих мастеров, которые будут бороться за право сыграть с нынешним шахматным королем. И мы хотим поприветствовать вас в России на гостеприимной уральской земле. Внимание, прошу вас встать. Звучит гимн Российской Федерации и гимн Международной Шахматной Федерации. Звучит 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 гимн Международной Шахматной Федерации. Это очень ответственное мероприятие, ведь по итогам этих состязаний будет названо имя главного кандидата, который в ноябре сразится с норвежцем, с норвежцем Магнусом Карлсоном за звание нового чемпиона мира. Наш регион по праву считается одним из лидеров отечественного шахматного движения, центром развития шахматной мысли. Сегодня в шахматы на профессиональном уровне Свердловской области играют около 20 тысяч человек, в том числе свыше 2,5 тысяч детей. Мы гордимся своими мастерами и юными талантами. Совсем недавно, в декабре прошлого года, выпускница Уральской шахматной академии Лея Гарифулина успешно выполнила норму Международного Гроссмейстера. Уверен, что в будущем один из представителей Уральской шахматной школы также получит возможность сразиться за мировую корону. Интеллектуальные виды спорта развивают гибкость ума, быстроту мышления, творческую инициативу, формируют черты характера, необходимые сегодняшнему современному человеку. Поэтому руководство региона и впредь будет оказывать поддержку и всестороннюю вовлеченность этой древней и увлекательной игре. Уважаемые участники турнира, вас ждут впереди увлекательные, насыщенные событиями дни, блестящие шахматные партии и гениально разыгранные тактические комбинации. Ну а мы постараемся провести турнир на высоком организационном уровне, чтобы вы получили самые положительные впечатления. Я всех приветствую в Швердловской области и мы сделаем все, чтобы вы вновь захотели вернуться к нам на Урал в Екатеринбург. Добро пожаловать! Спасибо, спасибо вам большое! Ну а я хочу предоставить слово для торжественного приветствия президенту Международной шахматной федерации Аркадию Владимировичу Дворковичу. Президент Интернационной шахматной федерации Аркадий Владимирович. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, церемония открытия турнира претендентов ФИДа 2020 года в Екатеринбурге. Я очень рад, что мы сегодня собрались, чтобы отпраздновать очень важный для шахмат день. День, когда открывается турнир, определяющий, кто будет сражаться за мировую шахматную корону. И я прежде всего выражаю благодарность руководству Свердловской области, всем нашим партнерам компании Сима Лэнд, всем нашим долгосрочным и новым партнерам, спонсорам, благотворителям за возможность провести этот турнир здесь, в Екатеринбурге. Поздравляю, пользуясь случаем губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. С днём рождения! Вы знаете, что турнир проходит в непростой для всего мира ситуации. И, безусловно, для нас самый важный приоритет, критически важное дело, обеспечить здоровье всех спортсменов, всех тех, кто задействован в организации турнира, зрителей, журналистов, всех, кто будет участвовать в этом шахматном празднике. Все необходимые меры приняты. Мы уверены, что их будет достаточно для того, чтобы этот турнир стал настоящим праздником шахмат, доставил удовольствие десяткам миллионов любителей шахмат во всём мире. Пожалуй, это единственное крупное международное шахматное соревнование, которое в эти дни будет проходить во всём мире, и к нему будет приковано внимание во всех странах. через телевидение, другие средства массовой информации, социальные сети. Я надеюсь, что это открытие, которое станет отправной точкой для турнира, сделает нашу жизнь немного веселее, сделает наше настроение лучше, отвлечёт нас от тех бед, с которыми сегодня сталкивается мир. И мы этот праздник можем сделать сами, своими руками. Безусловно, повторяю, заботясь о здоровье каждого из окружающих, всех наших близких, всех наших друзей и всех тех, кто принимает участие в турнире. Давайте надеяться и делать всё для того, чтобы наш мир становился спокойнее, безопаснее, лучше. И в нём присутствовал праздник, в нём присутствовала спортивная борьба, конкуренция, азарт и шахматы могут стать по-настоящему объединяющей силой. Мы действительно одна семья. Это девиз ФИДа, и мы будем этим девизу следовать всегда. Спасибо большое. С праздником. Ура! Ура! Спасибо вам большое. Спасибо. Объявляет турнир претендентов ФИДа 2020 года в Екатеринбурге. Открытым! Спасибо. Спасибо большое. Друзья, слово для торжественного приветствия Представляется главе города Екатеринбурга Александру Геннадьевичу Высокинскому. The floor is given to the mayor of Екатеринбург, Александр Высокинский. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, жители нашего замечательного города и, безусловно, наши гости. Сегодня в городе большой праздник. Это праздник игры, которая была с человечеством и есть с человечеством более полутора тысяч лет. Игры, в которой невозможно что-то скрыть, невозможно что-то сделать неправильно, потому что это предельная, открытая игра. Игра, которую, наверное, одну из немногих называют стратегической. Игра, девизом которой является «Стыдно не учиться», а учиться никогда не стыдно. Это та игра, которая будет с нами всю нашу жизнь, будет последующие поколения. Город Екатеринбург с большой честью относится к сегодняшнему турниру. Мы постараемся сделать максимум того, что от нас зависит, для того, чтобы и для участников, и для организаторов все было комфортно. И, безусловно, то, о чем говорил Аркадий Владимирович, здоровье наших зрителей. Участникам турнира хочется пожелать понять одну простую фразу, которую знают уральцы. Победа ковалась здесь, на Урале, в Екатеринбурге. Пожелать каждому участнику успехов, пожелать каждому участнику удачи, а как шахматы нас учат, удача любит подготовленных. Успехов вам! Возвращайтесь в наш город и дай Бог всем самого-самого наилучшего. Спасибо вам! Александр Геннадьевич, спасибо! Спасибо Екатеринбургу! Спасибо! И слово для торжественного приветствия почетному гостю турнира, легенде мировых шахмат, 12-му чемпиону мира Анатолию Евгеньевичу Карпову. World Chess Legend! World Champion! Анатолий Карпов! Добрый вечер, дорогие земляки! Мне очень приятно быть с вами в этот день, когда впервые мы на Урал привели шахматы такого высокого уровня. Никогда у нас не было турнира претендентов в уральских городах. И славно, что мы собрали здесь лучших шахматистов, 8 лучших шахматистов, которые разыграют право бросить перчатку чемпиона мира из Норвегии, Магнусу Карсену. Мне приятно, что у нас такое развитие получили шахматы, потому что, когда я начинал играть на Южном Урале, у нас на всем Урале было, я думаю, где-нибудь два мастера спорта, один международный мастер спорта. В Челябинской области не было ни одного мастера спорта. И вот с тех пор, за 60 лет, у нас возникла Уральская шахматная школа, Свердловская шахматная школа, Южно-Уральская шахматная школа. Наши команды становились чемпионами России, чемпионами Европы. Мы достигли больших высот в шахматах. Ну, как вы знаете, я 16 раз был чемпионом мира в личном зачете, в командном зачете. Мне приятно, что у нас растет молодое поколение, у нас появляются новые гроссмейстеры. Мы будем готовить шахматных специалистов в экономическом университете Уральском. Я думаю, что и в Челябинске мы создадим тоже систему подготовки, и мы пойдем шахматами в школьные программы для того, чтобы наши дети освоили основы стратегии, логики, а это им поможет по жизни. Ну и, конечно, мы надеемся, что наши дети станут чемпионами по шахматам. Чего я вам желаю. Я вас благодарю за такое участие активное, за поддержку, и желаю всем доброго здоровья и успехов. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, слово для торжественного приветствия представляется президенту Федерации шахмат Свердловской области, владельцу компании SimaLand, которая стала титульным партнером турнира, Андрею Моисеевичу Симановскому. Прекрасный вечер, я считаю. В наш город пришли шахматы, это праздник, я считаю, для нашего города. Действительно, это событие, которого не было никогда. Здесь собрались самые сильные шахматисты. Но в такое непростое время, я думаю, это немного скрасит, тем более столько людей. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. А сейчас слово для торжественного приветствия предоставляется представителю официального партнера турнира по кибербезопасности от лаборатории Касперского, руководителя управления корпоративных продаж Марине Усовой. Добрый вечер, дамы и господа. Я, как человек, который родился и вырос в Екатеринбурге, горда и счастлива, что это мероприятие проходит именно у нас. Спасибо вам большое за организацию этого турнира. Сам Евгений Валентинович Касперский, к сожалению, не смог приехать и приветствовать сам. Но он передает вам пламенный привет всем участникам, гостям, организаторам мероприятия. Желает удачи, хорошего настроения, честной, напряженной борьбы и пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо, Марина. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну вот, сейчас у нас с вами есть возможность познакомиться с главными героями турнира. Внимание на экран. Победитель турнира претендентов 2018 в Берлине. Участник последнего матча за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсоном. В составе Олимпийской сборной Соединенных Штатов он завоевал золото на Всемирной шахматной Олимпиаде в Баку. В 2020 году гроссмейстер выиграл престижный турнир в Вейк-Ан-Зее. Фабиана Коруана, США. Трехкратный чемпион Китая, финалист Кубка мира 2019 года. В 2019 году он выиграл супертурнир в Сент-Луисе, поделив первое место с Магнусом Карлсоном. Первый в истории Китая шахматист, принявший участие в турнире претендентов. В турнире претендентов 2018 года не проиграл ни одной партии Дин Ли Жень, Китай. Победитель отборочной серии Гран-при Фиде. Двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России. Обладатель титула чемпион России. Трехкратный чемпион мира по блицу. Заслуженный мастер спорта России Александр Грищук. Заслуженный мастер спорта России. Он получил путевку в турнир претендентов как серебряный призер серии Гран-при. Чемпион Европы 2010 года. Обладатель титула чемпион России. Двукратный победитель командного чемпионата мира в составе российской сборной. Ян Непомнящий. Россия. Чемпион Франции. Чемпион Европы по блицу. Победитель нескольких этапов престижной серии турниров Grand Chess Tour. Бронзовый призер Кубка мира 2019 года. Это его дебют в турнире претендентов. Максим Башье Лаграф. Франция. Редактор субтитров А.Семкин Он отобрался в турнир претендентов по рейтингу. Чемпион Нидерландов. С 2009 года представляет Нидерланды в международных личных и командных соревнованиях. В 2016 году он уже участвовал в турнире претендентов в Москве. Аниш Гири. Нидерланды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Победитель большой швейцарки Фиде Grand Suisse на острове Мэн. В жесткой борьбе он обошел чемпиона мира Карлсона и вице-чемпиона Каруану. Чемпион Китая. Многократный и опытный участник Кубков мира. В турнире претендентов играет впервые Бан Хао Китай. КОНЕЦ КОНЕЦ И, наконец, самый молодой участник турнира претендентов. Номинант от страны организатора по результатам участия в большой швейцарке Фиде Grand Suisse на острове Мэн. Обладатель титулов чемпион мира среди юношей до 14 лет. И победитель Кубка России Кирилл Алексеенко. Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, друзья, еще раз ваши аплодисменты. Это наша великолепная восьмерка вот на этот период до 4 апреля, когда будут завершены соревнования. Конечно, невозможно всем пожелать победы, потому что это все-таки спорт. К сожалению, да. Но мы желаем всем бескомпромиссной борьбы и максимального стремления к этой самой победе. Каждому из восьми. АПЛОДИСМЕНТЫ Турнир претендентов Фиде не смог бы состояться без поддержки. Правительство Свердловской области, Федерации шахмат России, а также наших партнеров. Компания Симленд. Титульный спонсор турнира. Компания Алгурант. Официальный блокчейн. Партнер турнира претендентов. Международная компания Лаборатория Касперского. Официальный партнер турнира по кибербезопасности. ФосАгро. Генеральный партнер Федерации шахмат России. Мерседес. Официальный авто. Партнер турнира. Гольф-курорт мирового уровня Пайн Крик. Партнер мероприятия. Международная юридическая компания Сила Лоэрс. Партнер мероприятия. И наши спонсоры и партнеры заслуживают аплодисментов. А теперь официальная часть церемонии наконец-то подходит к концу. И я с удовольствием ожидаю вместе с вами прекрасный музыкальный подарок. Ждем! Партина! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль солисты Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Прилюд из сюиты в старинном стиле из времен Хольберга. Исполняет камерный ансамбль солисты Москвы дирижер Юрий Башмет. КОНЕЦ 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 Ария Лауретты Омио Бабино Каро из оперы Джанни Скики. Солистка Алина Яровая. Солистка Алина Ярова. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Минкус. Минкус. Танец Тореадора и Мерседес из балета Дон Кихот. Солисты Государственного Академического Большого Театра Кристина Харасева и Дмитрий Екатеринин. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МОЦАРТ МОЦАРТ МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА Первая часть Исполняет камерный ансамбль Солисты Москвы Дирижер Юрий Вашмет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА Чайковский. Вальс из серенады для струнного оркестра. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Santo vento di stelle» «Rona bella mia madre» «Solitario al mio cuore» «Disrusto l'amore» «Polle l'ombra cantora» «Una bunta fontana» «E balcone la stor» «A chitarre non vado» «Ma compagni tu» «Sola sola di chitarra» «Lassa piangere il cuore» «Senza casa senza amore» «Mimani solo tu» «Sola voce incovernata» «A compagni di sordino» «undre Кто» «Sola vada pus uoi» «Sola vada ut, merda ti» «Ittime breda levitare la choice» «Inforschire la helvind cha» «Nunca seeds io» «Maipoli la usei» «Otračkata» «Otračkata» «Una bunta te regale» «Una bunta te regalea» Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. Спасибо. Шнитке «Полька для Альта» и «Струдных» Каверный ансамбль солиста Москвы Солист Юрий Башмет Каверный ансамбль Каверный ансамбль Каверный ансамбль Каверный ансамбль Каверный ансамбль КОНЕЦ 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 А сейчас прозвучат вариации на тему песни «Happy Birthday». Исполняет Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». КОНЕЦ Вообще-то эти вариации на тему малоизвестны, сейчас мы играем ее. КОНЕЦ Она посвящается этой телеграмме, которую мы получили, несмотря на проблемы сегодняшние. С поздравлением губернатора. С Днем Рождения! С Днем Рождения! Приславленные телеграммы, их много. Но мы исполним поздравления на эту тему из Будапешта, из Вены и Аргентины. Вы сами угадаете, из какой страны. На тему хочу дать поздравление с Днем Рождения губернатора нашего уважаемого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА